Добрый день уважаемые коллеги! В эфире очередной выпуск программы диалоги о ритейле и сегодня у нас в гостях руководители отделов компании Zilgross Андрей Игнатов и Светлана Калядина. Давайте начнем с того о чем думает сегодня компания Zilgross, о том куда она стремится и какие планы на ближайший год по открытию магазинов, по развитию. Давайте я начну наверное. Zilgross Cushion Carry это международная сеть торговых центров и мы осуществляем поставки как обычным клиентам, так и организациям, предприятиям и индивидуальным предпринимателям. У нас представлены товары как продовольственные, так и непродовольственные, всего около 40 тысяч наименований у нас артикулов и в настоящий момент компания Zilgross на сто процентов принадлежит холдингу Transgurme. Это швейцарская компания Coop Group. В России в настоящий момент существует 8 торговых центров. Из них 4 находятся в Москве и Московской области и по одному в Рязани, в Казани, Простове и Волгограде. Планы у нас по развитию есть. У нас сейчас в настоящее время несколько площадок, которые рассматриваются под строительство новых торговых центров. Ближайшие площадки это город Пермь и Подмосковье. Мы планируем в этом году открыть либо в конце года один торговый центр, 1-2, либо перенести это открытие на начало следующего года, 2016 года. На вашем сайте есть показатель на то, что Zilgross в Польше имеет 15 магазинов, в Румынии имеет 19 магазинов, только в России имеет всего 8. Когда вы планируете достигнуть об уровне Польши? Есть информация? Петр, это правильный вопрос. Все зависит от того, каким образом будет развиваться рыночная ситуация. В конечном счете, поймите правильно, бюджеты на развитие выделяются в Швейцарии, соответственно, мы открываем торговые центры в соответствии с планом развития компании. А как сегодняшняя ситуация отразилась на продажах вашей сети? Как изменился поток покупателей, изменился объем закупок, средний чек? Позвольте, я отвечу. Если говорить про изменения покупательских предпочтений, очевидно, что большинство покупателей перешли по своим предпочтениям в низкий ценовой сегмент, ну, во всяком случае, на один уровень ниже. Плюс, обратите сами внимание, что много у каких сетей на текущий момент появился ассортимент, которого ранее на полку, не знаю, назовите как, не пустили бы, что ли. Та же самая продукция из размороженного сырья приготовленная, те же самые пищевые продукты... Сырные продукты появились. Сырные продукты появились, большое количество инъектированного мяса, например, замороженного. Частый пример. Сам потребитель стал предпочитать более дешевый продукт, к примеру, сместился спрос в сторону курицы против мяса, да. Вот. Если говорить о том, как себя ведут поставщики, естественно, большинство из них стараются сохранить свою доходность. Основной целью поставщиков является поднять цены для сети, но, как показывает опыт, это не самое сложное. Самое сложное после поднятия цены удержать спрос на том уровне, которым он был, либо не дать ему провалить спрос. Что нужно, с вашей точки зрения, делать поставщикам сегодня, при условии, что их товары сильно подорожали у многих? Многие поставщики не сразу, не одномоментно подняли цены. Они поднимали цены в несколько этапов. Допустим, если это были 100% импортные составляющие, да, либо 100% импортные товары, то, соответственно, поднятие цен не происходило так быстро, как поднимались курсы валюты. Это одно, да. То есть, соответственно, поставщики-производители сами заинтересованы в том, чтобы их спрос на их продукты оставался на том же уровне, который там он был прежде. Соответственно, принимали мы цены в несколько этапов на некоторые продукты. Сейчас, в настоящий момент, допустим, некоторые производители стали снижать цены. Это очень приятно. Несколько поставщиков по крупам у нас прислали на прошлой неделе вынижения в районе от 8 до 9%. То есть, они, да, они понимают просто, что спрос, конечно, потому что всплеск спроса был в декабре месяце 2014 года. После этого январь тоже был очень хороший по показателям. Февраль уже немножко затормозил. И сейчас вот март, как бы, да, он вот, к сожалению, негативные, негативную тенденцию показал. И производители, поставщики это все почувствовали. Естественно, они, мы сейчас смотрим на то, что курсы валют падают. И если все-таки импортное сырье и привязана закупка к импортному сырью и к курсам валют, поставщики понимают, что надо что-то с этим делать. Вот. И также поставщики принимают участие в наших рекламных компаниях, да, которых у нас много. Вот я, в принципе, в качестве примера, да, привезла несколько каталогов с собой. Вот у нас есть регулярные каталоги, есть каталоги, которые посвящены каким-то тематическим разделам. Вот. И есть еще какие-то мероприятия, которые мы сейчас стараемся делать, допустим, скидки выходного дня, там, супергорячие предложения. Есть каталог суперцена, это аналог СТМ, да, в других сетях, то есть первая цена. Вот, то есть, именно в настоящее время мы пытаемся нарастить рекламу, потому что она действительно работает. А вот вы сказали СТМ, аналог СТМ, а у вас разве нет своих СТМ? В России на настоящий момент пока нет СТМ. У Трансгурме есть СТМ трех уровней, то есть это высокая категория, да, товаров, товары средней категории и товары первой цены. В ближайший план у нас входит развитие СТМ, скорее всего, это произойдет в течение двух-трех ближайших лет. Сейчас не вариант возить эти импортные товары в Россию из-за курсовых разниц. И, соответственно, мы бы хотели развивать СТМ здесь, на территории России, используя российских производителей, российских поставщиков российское сырье. Понятно, то есть пока как бы европейский СТМ в свой вы не поставляете, потому что евро стоит, конечно, гораздо дороже. Какие проблемы наиболее часто встречаются между поставщиками и Вами? Ну, или там, Вашими закупщиками и других подразделениями. Вы знаете, можно я отвечу вопросом? Скажите, пожалуйста, а чем отличаются цели сети от целей поставщика? Ну, сеть продает уже покупателя, а поставщик думает, что продает сети. Думает, что продает сети, совершенно верно, спасибо. В конечном счете потребителем является именно конечный покупатель. То есть как это происходит зачастую? Поставщику важно продать свой товар в сеть, при этом сеть воспринимается им как ну да, как рынок сбыта, но тем не менее, как некая безликая масса, куда можно товар доставить и дальше что с ним будет уже не принципиально. Сети же, как правило, имеют достаточно четкий портрет своего покупателя, потому что на рынке находится достаточное количество времени, имеют достаточное количество проведенных исследований, покупательского спроса и так далее. Соответственно, представляют, для кого они формируют ассортимент. И здесь, с одной стороны, у поставщика задача расширить максимально свой ассортимент на полке, увеличить дистрибьюцию, войти в максимальное количество магазинов сети. У сети же, с другой стороны, предложить ассортимент тот, который будет продаваться. Да, с одной стороны, у поставщика в текущих условиях появляется необходимость поднять цены, не работать в убыток. Это то, о чем вы часто упоминаете. С другой стороны, первый вопрос – поднять цены. Второй вопрос – это именно увеличить присутствие на полке. То есть, зачастую поставщик думает, что большее количество товаров на полке обеспечит большее количество продаж. Не всегда работает. Сети все-таки анализируют ассортимент, смотрят, что в конечном счете ассортимент поставщика вырос. При этом, если товарооборот остался на том же самом уровне, это явный признак того, что поставщик просто плохо работает ассортимент. Мало кто из поставщиков пользуется замечательным инструментом, как промо-план, который есть у большого количества торговых сетей. То есть, да, поставщик на год планирует график акций. В январе мы промотируем таким образом вот этот продукт, в феврале – вот этот, в марте – вот этот и так далее, и так далее. Так разве сеть не заставляет поставщиков подписывать этот промо-план на полгода, на год? Это зависит от поставщика. С большими поставщиками, как правило, это согласовывается. Некоторых поставщиков приходится вытягивать, что надо завыманивать калачом. Да, Светлана Анатольевна. Заметка. Мы не заставляем никого подписывать промо-план. Не заставляете. Мы обсуждаем этот промо-план, мы никогда не заставляем. Вместе с тем. Потому что поставщик тоже понимает, что ему нужен оборот. И сейчас все борются за клиента, да, и все знают, что сейчас, к сожалению, отток клиентов, да, из-за того, что вот у нас такая тяжелая экономическая ситуация. И сейчас все борются за клиента, что-то предпринимают, да. То есть, сейчас все ритейлеры объявляют и о снижении цены, и о дополнительных акциях. Клиент стал очень сильно чувствительным к цене. В конце прошлого года и вот весь текущий год можно видеть нетипичное для более раннего периода покупательское поведение. То есть, именно хождение по торговому центру с рекламными каталогами, причем зачастую даже нескольких торговых сетей. Если рядом находится несколько гипермаркетов, то, как правило, покупатели в руках журналы из нескольких. Они просто сравнивают цену. Ну, там, по моим наблюдениям, что, в принципе, как и идет переток, да, вот сразу сравнение покупаем, где дешевле, так и просто стали просто меньше покупать. Стали меньше покупать, однозначно, потому что, в принципе, люди отказываются от некоторых продуктов, от тех же деликатесов, которые они покупали раньше, там, будь то рыба, там, семга, форель, или икра, или что-то вот мясо дорогое, какой-то, там, стейки хорошие, которые качественные и дорогие. Вот. То есть, они просто от этих продуктов отказываются. С другой стороны, растут фрукты, овощи с большим удовольствием в натуральном выражении. Овощи растут очень серьезно. Причем именно овощи, как дешевый ассортимент. А которые дешевый ассортимент, или которые, вот, там, помидоры, нам нельзя сказать, что дешевый ассортимент? Нет, нет, нет. Я говорю именно про овощи, именно про основные, основные позиции, как картошка, свекла, морковь, совершенно верно. Вы же занимаетесь свежими овощами, правильно? Да. Вот, в свежих овощах там ждет тендерный принцип закупок, да, или у вас не так? Еженедельно определяется цена закупок на фрукты, на овощи, да. То есть, тут дает лучшую цену, тут выигрывает? Верно, именно так. А вопрос качества? Понимаете, есть такое понятие, как стандартное качество, плюс все-таки есть понимание того качества, которое соответствует ожиданиям торговой сети. В Зенгрессе есть документы, рекомментирующие качество фруктов, овощей при приемке, соответственно, каждый сотрудник отдела приемки знакомый может определить это качество. Вместе с тем, поскольку однозначно не все параметры качества по фруктам, овощам можно померить линейкой, используя метафору, да, иногда возникают вопросы, то есть, качество может варьироваться от недели к неделе, но, тем не менее, есть некий стандартный уровень. Хорошо, такой вопрос сразу к обоим. А вот с вашей точки зрения, как руководителя отделов закупок, какой поставщик для вашей компании является идеальным? Первое требование к поставщику – это надежность. Причем надежность не то, что мы заказали, а он поставил, но именно надежность со всех точек зрения. То есть, если существует договоренность о поставке определенного ассортимента, то это происходит. Поставка происходит именно в срок, когда это необходимо. Если мы понимаем, мы как сеть, простите, мы понимаем, что возможно не до поставки, то поставщик своевременно и заранее об этом предупреждает. Точно так же своевременно и заранее поставщик выходит с предложениями по повышению цены. Зачастую бывает ситуация, когда срочно резко что-то меняется, мы больше не можем поставлять, срочно принимать наши цены, иначе мы поставки закрываем. Это вот как раз не то, как оно должно быть. Следующий момент – это гибкость. То есть, поставщик, идеальный поставщик, некий, он достаточно гибко подходит к тем предложениям, с которыми выходит сеть. Как с точки зрения изменения ассортимента, как с точки зрения предложения какого-то промо, как с точки зрения подхода к совместным каким-то акциям для привлечения определенной группы клиентов. И третье, что я могу назвать, это именно проактивность. Сети владеют достаточно большим количеством инструментов, которые можно использовать для продвижения, для продаж товара. К сожалению, очень небольшой процент поставщиков используют их все. То есть, выясняется возможность работы по дегустациям, выясняется возможность смещения дополнительных рекламных материалов, дополнительные выкладки и так далее, и так далее. Не всегда это дело делается по инициативе поставщика. Хорошо, Светлана. Я, наверное, могу только добавить, что поставщик еще должен думать не только о товаре, который до момента того, как поставки в сеть, он поставил этот товар и забыл о нем. То есть, поставщик должен все-таки думать о том, что этот товар должен продаваться в сети и вместе с покупателем, которым мы сейчас являемся, думать о его продвижении. То есть, вот в этом плане еще нам помогать. Не всегда он сам до этого догадывается, поэтому вы помогаете ему догадаться. Как бы не парадоксально отзвучало это так? На самом деле, вот этот момент, с моей точки зрения, является одним из важнейших факторов развития российского рынка. Потому что те компании, которые в конце 90-х годов начали работать с розничными сетями, очень быстро обошли своих конкурентов или своих коллег по рынку из тех компаний, которые не работали с сетями. Те компании, которые работают с сетями, получают хорошую мотивацию для увеличения технологий, снижения издержек, для улучшения управления как в маркетинге, так и в административном управлении компанией. Поэтому розничные сети во многом являются таким стимулятором для хорошего роста. Немножко жестким стимулятором, как сержант в армии, но при этом достаточно эффективным. По рынку идет такая волна слухов или недовольств о том, что сети сегодня платят не вовремя специально. И причем это прям такая массовая эпидемия, что сети придерживают деньги поставщиков для того, чтобы пополнить свою оборотку. Что вы на это можете сказать и как оценить подобные слухи? Позвольте, я прокомментирую. По поводу просроченной дебиторки и причин, по которым это происходит, я могу сказать, что нет. Это не изменение политики сетей в отношении платежей. В первую очередь потому, что каждая процедура платежа у каждой торговой сети, она регламентирована. Процедура распространяется на работу нескольких отделов. Соответственно, то, о чем вы говорите, Петр, если я вас правильно понял, настроить работу сети таким образом, чтобы задерживать платежи, невозможно. Просто потому, что она требует вовлечения очень большого количества людей. Другое дело, что поставщики зачастую не вполне внимательно подходят именно к оформлению документов на оплату. Приведу конкретный пример. Один из поставщиков длительное время не работал с просроченной дебиторской задолженностью, нарастил до достаточно большого уровня, после чего в один из дней просто взял и обрубил поставки. При этом, когда мы начали разбираться, почему, что именно произошло, мы выяснили, что у поставщика, во-первых, наличествует 67 поставок, по которым просто не были предоставлены счета фактуры. Более 20 документов, по которым поставщик в одностороннем порядке изменил цены, соответственно, документы не были оплачены в срок, в соответствии с договором цены зафиксированы на одном уровне. Поставщик в одностороннем порядке у себя поменял цены. Естественно, те документы, которые предоставил, они не соответствуют ни условиям договора, ни данным системе торговой сети. То есть, поставщик не идет на контакт, не пытается урегулировать этот вопрос, получается вот такая вот ситуация. Да, и в конечном счете получает ситуация, что у поставщика огромная просроченная дебиторка. При этом сеть категорически не возражает оплатить это дело в срок, но она не может этого сделать, потому что нет документов, потому что документы оформлены неправильно. Светлана, а в вашем сегменте, я так понимаю, у Андрея это производители и поставщики фреша, а у вас же это другие компании. Так как с этим, как с дебиторкой? Такая же ситуация, как у Андрея? У нас принцип одинаковый в компании, то есть компания полностью 100% белая, соответственно, все платежи в систему попадают в электронный образ, потому что они соответствуют отсрочке платежа и соответствуют контракту, который регламентирует как раз эту отсрочку. И, опять же, если поставщик все документы предоставил вовремя, по окончании отсрочки они будут все оплачены, именно согласно контракту. Если нет, то, соответственно, поставщик получает уведомление, что данные счета фактуры оформлены неверно или они вообще не предоставлены, что просьба их предоставить. То есть вы уведомляете поставщика о том, что он... Мы сейчас у нас, да, мы перешли на электронное уведомление о некорректно оформленных документах, опять же, для удобства поставщиков, чтобы они знали, что у них там что-то некорректно оформлено, чтобы была обратная связь. К чему я задал этот вопрос? Буквально на прошлой неделе к нам обратился один из производителей с проблемой, в которой у него было больше 20 миллионов просроченной дебиторки. А, как я уже говорил, сегодня оборотные средства очень важный ресурс и его почти всем не хватает. Буквально за несколько недель, за меньше, чем три недели мы разобрались с этой проблемой и из них вернули около 17 миллионов. То есть большую часть денег вернули и все деньги, которые их клиенты не платили им, они были связаны вот с теми же проблемами, что и у Зелекраса с документами. То есть если поставщик косячит с документами, если поставщик вовремя не делает то, что он должен делать по договору, ему деньги не отдадут. Поэтому, уважаемые коллеги, если у вас есть дебиторка, большая просрочка у крупных сетей, то первый вопрос, что там с документами? Проверьте документы и дебиторка будет в разы, в разы меньше. И еще такой вопрос, уже завершающий. Вот что ваша компания планирует делать в этом году, ну что не секретно, для увеличения объема продаж? Ну как я уже сказала, сейчас мы в принципе задумались о том, чтобы наращивать все-таки долю рекламы и увеличивать качество этой рекламы. Начиная, в принципе, уже с этого месяца у нас стартует промо выходного дня, то есть это промо, которое действует в субботу-воскресенье. Берется пару артикулов, один фуд, один из нон-фуда, и соответственно на него дается какая-то агрессивная цена, агрессивная скидка. Очень скоро мы будем делать плакаты, которые помогут нашим покупателям понять, что вот сегодня действует такая специальная цена привлекательная. Вот, этот товар будет вставляться на входе, либо там на местах, которые очень привлекательные, которые пользуются, то есть они в принципе видны покупателям, вот, и через них нельзя не пройти мимо них. Также мы наращиваем качество нашей регулярной рекламы, вот, то есть если раньше, допустим, мы просто давали скидку, то сейчас мы прибегаем к механике, там, N плюс 1, допустим, купи 3 по цене 2. То есть это тоже, как бы, да, помогает нарастить объем, и поставщику, поставщик дает скидку охотно на товары, да, на свои, и соответственно это дает и трафик дополнительный, и привлекает клиентов, и дает еще товароборот. Хорошо. Можно сказать, что в целом в текущем году видно с начала года, что сети в целом увеличивают агрессивность рекламы, то есть по сути борются за покупателя, да, привлекая покупателя в торговый центр теми самыми товарами, локомотивами. С низкой ценой. Ну и плюс, мы все-таки верим в то, что увеличение образованности покупателя в части отдельных товаров, оно увеличит и его, скажем так, сознательность выбора, да. Мы стараемся давать какие-то дополнительные материалы, рассказывать о тех товарах, которые мы рекламируем в нескольких предложениях, просто чтобы покупатель делал выбор более сознательно. Ну, я еще добавлю, у нас в этом году, так же как и в прошлом году, будет телевизионная и радиореклама. Первый сет этой рекламы стартует очень скоро уже, если я не ошибаюсь, с мая месяца, вот, и в течение года будет еще несколько сетов рекламы. В прошлом году мы использовали рекламную кампанию на ведущих каналах, на, там, первый канал, в зависимости от региона, плюс так же на радио, так же на центральных каналах по радио. Допустим, в Казани мы даже на местном радио размещались на, именно на местном языке, вот, то есть, компания тратит деньги на свое продвижение, на узнаваемость нашего бренда. Надеюсь, это все принесет хороший результат, потому что один из ваших магазинов недалеко от моего дома, и я, наверное, буду туда ездить. Теперь мы подходим к завершению нашего выпуска, и по условиям организаторов компании «Разус», я должен передать вопросы, которые будут заданы на форуме. Честно говоря, я их не очень хочу передавать, потому что вместо вопросов там было сделано коммерческое предложение, причем одно, и оно сделано, конечно, с максимальным количеством ошибок, потому что вот из семи пунктов, которые здесь написано, выгод компании ритейлера нет ни одной. Все про себя, и там мы, и здесь мы, и это можем, и, в общем, нам хорошо, и наша кожа лоснится. Так вот, первое, что нужно делать в коммерческом предложении, я, безусловно, передам Светлане, как и написали, Светлана, это вот вам, но это, конечно, на ваше усмотрение. Но, коллеги, первое, о чем бы хотел сказать, когда мы говорим о коммерческом предложении, это о том, что нужно думать о том, какая выгода будет вашему клиенту, какая польза и радость будет тем покупателям, которые будут брать с полки, и почему они должны брать этого товара много. Структура коммерческого предложения поставщикам зачастую соответствует его представлению о структуре коммерческого предложения. Мы хотим предложить поставщикам оформлять коммерческие предложения как резюме для приема на работу, при этом не для поставщика, естественно, но для товара. Чем пригодился этот товар, чем он хорош, как он рассевался за последнее время, где на текущий момент он представлен, каков у него опыт продаж. Это именно те пункты, которые в первую очередь интересуют сеть. И вот такая подача информации, мне кажется, это именно то, что интересует закупщиков в первую очередь. На этом я хотел бы пожелать вам успеха, удачи вам в развитии продаж и вашим поставщикам в сотрудничестве с вами. Большое спасибо, что пришли и большое спасибо за очень интересную беседу. Спасибо, Петр. Спасибо. 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 Спасибо.